Привет-привет, с вами Женя, и мы продолжаем добывать Луну. Итак, я астронавт, который летит на Луну, чтобы... чтобы включить на Земле свет, потому что весь свет на Земле в будущем идет с Луны. Ну, так получилось, не спрашивайте. Мы прилетели на Луну, а что это из Луны такое торчит? Интересно, это стыковочный узел? Это как станция в Интерстелларе, только с такой... с таким этим штырем. Задача — попасть на космическую станцию, пристыковаться. Не, ну я умею выполнять здесь много замечательных действий. Даже скрутить один раз пришлось, но вот пристыковаться как-то не было. Закодированное сообщение, переданное из неизвестного источника. На данный момент расшифровать его невозможно, но представляется, что сбор дополнительных образцов позволит это сделать. Ну хорошо, давайте собирать. Взаимодействовать? Я это тоже руками должен делать? Вы там в будущем не смогли автоматическую стыковку сделать? Ну что ж. Ну все, я походу сейчас улечу в открытый космос и уже не вернусь обратно. Я чувствую, это закончится печально, потому что, насколько я помню, стыковка — это не хрен собачий. Не, ну... Какие хорошие конструктора. А, это уже типа можно? Мне надо строго по центру или... Можно так газу прибавить, да? Так, наверное, надо притормозить. Потому что если я сейчас слишком быстро пристыкуюсь, это мне... Так, подождите, подождите, я... А-а-а! Ты смотри, не долбанула. Так. Наземный центр управления. Надеюсь, вы уже добрались. Буря сильно повредила наши приборы. Мы не можем определить ваше местоположение и получать сообщения. Но можем замечать колебания в сети. Если вы это слышите, постарайтесь выяснить, что случилось с подключением системы, чтобы его восстановить. Удачи вам там. Кувырок влево, кувырок вправо. Не, лучше поменьше кувыркаться, а то... А то я испачкаю свой скафандр. Мы в тебя верим. Вас там столько народу было? И вы не нашли хоть одного, желающего вместе со мной сесть вот сюда вот? Однако. Энергия станции очень мало. Какое информативное сообщение. Какой здесь дружественный интеллект, наверное, на станции. Он общается вот прям такими человекоподобными фразами. Энергия очень мало. Не то, что там бездушная черствая машина, которая называет какие-то непонятные проценты. Не, энергия очень мало. Энергия почти кончилась. У-у-у. Рейтрейсинг работает. Кстати, при монтаже первой части я заметил, что из-за этого рейтрейсинга, когда он надевает скафандр, в шлеме отражается он сам. И показано, что он уже в скафандре. То есть он надевает скафандр на скафандр. То есть у него два скафандра. На нем сейчас два скафандра. На самом деле. Не, ну рейтрейсинг, конечно, замечательный. Но он портит мне обзор. Э, подождите, подождите. Ну дайте я отсканирую. Что это у нас? Передатчик. Одно из величайших достижений Сака Йоханссена. Направлявший поток энергии с луны на землю. А что ты не открываешься? Пустите меня кто-нибудь. Есть кто живой. Хотя откуда? Если прошло пять лет. Наверное, все умерли страшной смертью от голода и жажды. Так. Шлюз. Нажать. О, какая замечательная кнопка. Ой. Кислород? Э, кислород. Я так понимаю, кислорода нет. Судя по этому таймеру, кислорода нет. И я в своем скафандре имею запасы кислорода всего на... Три минуты. Да? Включить систему жизнеобеспечения. Какой замечательный скафандр. Кислорода на три минуты. Эээ... Было бы неплохо предупредить меня, знаете, об этом раньше. Хотя, наверное, меня предупреждали, наверное. Схватить? Что это? Это кислород? Оно мне надо? Эээ... Можно бросить? Можно только схватить. Я схватил, и оно... И оно прикипело ко мне намертво. Блин, тут так легко заблудиться. Эээ... Взаимодействие... Ааа! Уууу! Это я батарейку вставил, наверное. Я так понял. О! Кислород в баллончиках. Кислород в баллончиках дает мне лишнюю... Эээ... Лишние 30 секунд кислорода. Замечательно. Давайте. А затариться нельзя, да? Можно только... То есть в скафандр не влазит больше трех минут. Да? Технологии будущего. Что тут сказать? Жизнеобеспечение отключено. Перезагрузка... Эээм... Недостаточной энергии для перезагрузки. Космическая станция Пирсон. Так, подождите. Мне некогда читать. Я так понял... Что вот это вот красненькое... И вот это вот красненькое... Это еще места для... Этих... Батареек. Мне надо найти еще две батарейки. Чтобы включить кислород. Я подозревал, что... Станция как-то получает солнечную энергию. Но... Видимо, нет. А, там говорили, что она питается на этом... Как его? На гелии 3. О, я вспомнил. Так... Тут должно быть написано «вкрутить». Так, давайте мне еще... Еще, еще... Эээ... Тихо. Тихо, спокойно. Ммм... Я так понимаю... Здесь? Нет. А где батарейка? Подождите. Где мне брать вторую батарейку? Я не понял. Подождите. Подождите. Так, внимательно. Сейчас внимательно осмотрим тут все. Хотя, что тут осматривать? Тут особо нечего осматривать. Простыни и одеяло. Простыни и одеяло. Салфетки... Так, подождите. А где... У меня весь кислород сейчас кончится. Подождите. Тут... Тут нет батарейки. А ну-ка. Что это? Эээ... Внутренняя почта. Вверх здесь. Куда? Лунный узел. Коперник. Космический лифт. Запчасти для... Оси. Запчасти для оси. Подождите. Зачем я это читаю? Зачем? Оно мне не надо. Подождите. Где... Я не понял. Где батарейка? Я сейчас выжру весь кислород. И... Задохнусь прямо во входном этом шлюзе. Так и не узнав, как открывается дверь. Ну, понимаете? Вот понимаете, насколько умные были те, кто планировал эту замечательную миссию. Они рассчитывали, что я смогу что-то починить. Ха-ха-ха. Они и не знали, что у меня может даже не получится банально войти. Никого нет дома. Все. Так. Эм... Меня посетила догадка, что я должен как-то использовать вот эту батарейку в качестве второй. Но стоит мне ее вытащить, как дверь закрывается. И... О! Так. 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 Я смотрю тут. Задачки не для слабых умом. Так, сейчас. Будем рассуждать логически. У нас есть... У нас есть... Все. Последний. Последний кислород. Так. У нас есть две батарейки. И два... Два места, куда они втыкаются. Одно снаружи, другое внутри. Вот. Значит, если я воткну батарейку с внутренней стороны, и вытащу ту, которая с наружной стороны... Да. Действительно. Действительно. Однако. Так. И раз. И два. Вообще, как-то странно, что одна батарейка нужна, чтобы питать какую-то несчастную дверь. Они выглядят так, ну, мощно довольно-таки. Жизнеобеспечение подключено. Активировано резервное питание. Системы жизнеобеспечения включены. Уровень кислорода растет. Задача оценить питание станции. Питание станции... Питание очень мало. Я оценил. Так. А вот куда мне надо? Подождите. Куда мне надо? Куда мне здесь надо? Меня смущает, что я почему-то нахожусь, видимо, в полной невесомости. Потому что... Я не знаю, на какой высоте я над луной, но луна должна так неслабо тянуть. На самом деле. То есть, может быть, авторы думали, что тут должно быть как на МКС, где все в невесомости, но МКС вращается на орбите. Она летит. А тут станция неподвижна. Она пришпилена к лунной поверхности, как небоскреб. Поэтому я должен упасть вниз. И все должно упасть вниз. Тут ничего парить вот так не может. А куда мне... В какую дырку мне, простите, входить? А, вот. Вот. Так, входим. Центральный узел. Ну-ка. Слушать. Командир станции. Экипаж. Как слышно. У нас все готово к снижению. Сеть системы еще отключена, поэтому при снижении погаснет свет. Спасибо за предупреждение. Помни, Сара, запас кислорода на станции ограничен. После прибытия у тебя будет 40 минут... Какие 43 минуты максимум? На выяснение причин блокаута. Если за это время ты не вернешься, нам придется эвакуироваться без тебя. Рольф, ты готов? Да, не волнуйтесь, диспетчер. Наверное, это просто глюк. Оглянуться не успеете, как мы уже вернемся. Я чувствую, это были их последние слова. Все системы работают... Нет, это были их предпоследние слова. До снижения 3, 2, 1, снижение начато. Бог в помощь! Это прекрасно. Внимание, вращающиеся части. Где? Здесь вращаюсь только я один. Бог в помощь. Лифт. Лифт станции. Лифт не работает. Чрезвычайная... Я ситуация. Кнопка чрезвычайной ситуации тоже не работает. Ситуация настолько чрезвычайная, что... Это очень важный какой-то рисунок. Мне надо его обязательно просканировать. Лифт. Космический лифт существенно облегчил доставку людей и грузов на Луну. После блокаута члены экипажа станции, Сара Бейкер и Рольф Робертсон, получили задание спуститься на лифте вниз, чтобы выяснить его причины. Причины лифта. А, причины... Причины блокаута. В связи с тем, что бла-бла-бла, им было отведено для этого крайне ограниченное время. Блин, тут все такое похоже, я не могу понять... Так, отсюда я пришел. Или не отсюда. Откуда я пришел? И куда мне надо? Или не отсюда я пришел? Подожди. Это... Это та же самая дырка или не та же самая? Подождите. А, вот это, наверное, второй выход. Да, мне сюда. Мне надо сюда. Да, похоже на то. Ну что ж. Тянуть! И че? Эээ, ты че обзор закрыл? Не, открой обратно. Космический лифт выключен. Так, судя по тормозам, это нужная мне дырка. Я должен в нее пролезть. Без мыла. Так. 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 Помещение экипажа. Помещение для сна. Обслуживание может спасти вам жизнь. А может и не спасти. Помещение для... Помещение для... Понятно чего. А, это открытая дверь. Я думал... Рольф Робертсон. Сара Бейкер. Вот так, дружок. Уже почти на месте. Мы тебя потом подкрасим, не волнуйся. Кого? Ты готова идти? Мы уже почти запустили лифт. Да, только Алекса подлатаю и будем спускаться. Ты эту штуковину с собой возьмешь? Конечно, нам любая помощь пригодится. К тому же, если бы не он, ты бы не добрался до воздушного шлюза. Отключение не может быть глюком, Рольф. Внизу по-прежнему темно, когда энергия отключилась в прошлый раз. А, был еще и прошлый раз. Это не в первый раз. Ты сообщение Земли слышал? Нет, что они сказали. Без системы МПТ сюда даже корабли отправить не смогут. С ума сойти, да? Установить причину блэкаута можем только мы. Рольф, Сара, вам нужно выйти на поверхность как можно скорее. У нас мало времени. Да, точно. Хорош трепаться. В самом деле. Что это? Опасно. Возможен удар электричеством. Так, ээээ... Бросит. Брось. Взаимодействовать. МПТ по-прежнему не функционирует. Что происходит? Я так понимаю, это лифт. Да? Который уходит вот в эту вот замечательную пиксельную луну. На глубину... Не на глубину, в смысле, а... Мы находимся на высоте... Эээ... Хрен знает сколько километров. Но все равно сила тяжести здесь должна быть. Ммм. Что-то как-то началось хорошо, а потом как-то стало... По-моему... По-моему, расстроилась она слегка. Так. Чё? Так. По пути на луну астронавт причаливает к заброшенной космической станции. Здесь он находит следы своего старого друга. Не, эта история точно не про меня. Так. Аппаратура Криасна. Выясняя, чем был вызван сбой в работе генератора Криасна, Бл-бл-бл, Мария решила изучить то, что осталось от аппаратуры. Не сумев установить точную причину, она отправила этот фрагмент в механику. Механик изучил, но не может сказать ничего определенного. Вот видите, тут профессионалы не могут определить, что у них... Вернее, почему у них ломается то или это. А вы хотите, чтобы я вам не только определил, но чтобы я все сам починил? С помощью молотка и такой-то матери. Что это? Хе-хе. Прикольно. Но все-таки он должен упасть. Ребята, учите физику. Вот из-за того, что вы не учите физику, у вас тут происходят такие вот блокауты. Взаимодействовать. Эм... Нормально, а где... А че? Где кот? Никогда не выходите без оси. В крыле обслуживания есть все инструменты и работники для удовлетворения потребностей вашего робота оси. У робота есть потребности? Это такое далекое будущее, что у роботов здесь есть потребности? Задержка на монорельсовой дороге может привести к смерти многих. Какие тут воодушевляющие плакаты прям... Прям подстегивают работать, знаете, лучше, эффективнее, внимательнее, тщательнее. Чуть что-то где-то зазевался и привел к смерти многих. Но все-таки... Где кот? Может, я что-то невнимательно прочитал? Там эти замечательные люди в аудиозаписи говорили, что у них двоих. Есть всего 40 минут на то, чтобы все исправить. Мне интересно, сколько у меня есть времени? У меня есть какие-то запасы там еды, воды, провизии... О! Собрать! Вот оно! Напоминаю, они опять сменили код. Новый код 2539. Задача... Использовать код 2539. Да, я бы сам не догадался. Исправить? Зачем вы предлагаете мне исправить то, что и так сработало? Давайте лучше исправляйте то, что не работает. Это что, линукс? Так... Член лунного совета МакАртур. У меня возникли проблемы с поставками. Крыло Орион должно было уже завершиться, но мы выбились из графика. Ля-ля-ля, ля-ля-ля... Короче. При возникновении чрезвычайных ситуаций просьба всем собраться у орбитального лифта для эвакуации. Так, при эвакуации станции персонал переводится в лунный узел. При эвакуации лунного узла персонал переводится на станцию. При одновременной чрезвычайной ситуации на обоих объектах... Бог в помощь! А, то есть, получите инструкцию у оператора. Так... А можно мне войти? У меня такое ощущение, что мне надо туда попасть. Или нет? Мне же туда надо попасть. Так, диагностировать сеть. Идет диагностика. Передатчики приемник сети на космической станции подключены. Подключение не установлено. Диагностировать сеть в лунном узле. Связаться с лунной базой. Нет базы, то есть, нет связи. Космический лифт в лунный узел не подключен. Требуется дополнительная энергия. Повернуть станцию для получения энергии. Двигатель вращения станции отключен. А зачем надо повернуть станцию? Подождите, каким образом поворот станции даст больше энергии? Подать энергию на двигатель вращения. То есть, чтобы получить больше энергии, надо повернуть станцию. О, дверь открылась. Чтобы получить больше энергии, надо повернуть станцию. Но чтобы повернуть станцию, нужно больше энергии. Я правильно понял? Взаимодействовать? Эм... Плазменный резак. Приведен в действие и готов резать замки. Эм... Чё? О, ничё се! Ничё се! Технологии будущего. Ну, я разрезал, а чё... А, надо... Да надо нажать... Кислород! Чёрт. Так, кислорода нет. Я вылетел в вакуум. Эм... Собрать! Что это? Что это мне надо? Кажется, плазменный резак вполне можно вынуть из руки робота и затем вставить в гнездо на перчатки для правой руки. Резак распознан! О! Ну... Давайте, давайте порежем чё-нибудь. Я только за. Давайте, давайте. Ха! Уи! И чё? А, ещё надо разрезать. Да? Или нет? Не, походу я уже всё разрезал. О! А... А, вот ещё. Недорезанное тут. Эк! 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 Так. И... И вот эти ещё. Нижние, да? Хорошо. Ну, серьёзно, если в скафандрах кислорода на три минуты, как эти люди здесь работали? Как они станцию-то строили? Это ж недостроенное крыло, я так понимаю, да? Как тут можно работать? Вот так вот каждые три минуты заправляться баллончиком? Это сколько баллончиков надо? Мне нравится, как они так тщательно упакованы, вот эти герметичные контейнеры. Ты такой, из последних сил, да, находишь такой контейнер, скрываешь его на последнем издыхании, да, чтобы подышать живительным кислородом. А тебе сообщают, ну, поздравляем, вы проживёте ещё 30 секунд. Замечательно, замечательно, замечательное будущее. Наземный центр управления, Фортуна-1, от системы МПТ до сих пор нет сигналов. У вас там всё под контролем? Да полный порядок вообще, ща тут разрулим, ща всё починю, у меня резак есть. Я с резаком вообще всё починю за две минуты. Что может не получиться, когда у тебя есть такая замечательная штука, как плазменный резак? Я считаю, нет препятствий для человека с резаком. Я ничего не пропустил тут? Так. Я надеюсь, кислород сейчас будет. Ага. Ну, повезло в этот раз. Сейчас собираю секцию. Как думаешь, мы скоро строительство закончим? При том, что каждую неделю совет требует всё больше запасов, сомневаюсь. Я вообще удивлён, что МакАртур этому не воспротивился. Да. Слушай, с поверхности Луны идут странные сигналы. Ты что-нибудь видишь? Я тут заканчиваю. Что за чёрт? Весь свет выключается. У тебя всё в порядке, что произошло? Я ничего не вижу, везде темно. Система прекратила энергоснабжение. Система прекратила энергоснабжение. Вся станция отключена. Сможешь вернуться? Нет, мне не видно. Хорошо, отправляю Алекса. Видишь его? Вижу его фонарь. Иду обратно к воздушному шлюзу. Что происходит? На поверхности совсем темно. Рольф, не сейчас. Сколько тебя ждать? Десять секунд. Давай быстрее, когда шлюз закроется, ты окажешься заперти. Алекс долго не протянет. Да тут драма целая разыгрывается. Ну, разыгрывалась пять лет назад. Такие страсти. Так. 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 Чё? Бланк заказ. В поставке отказать. Короче, какие-то жлобы не одобрили в поставке. Я понял. Да, местечко еще то, конечно. Панель для крыла Орион. Космическая станция Пирсон находится в рабочем состоянии, однако ее строительство еще не завершено. Сара и Рольф руководили монтажом последнего крыла до того момента, как член лунного совета МакАртур приостановил поставки деталей, таких как, например, эта панель, перенаправив все ресурсы на осуществление некого конфиденциального проекта на Луне. Ох уж этот член МакАртур. Я подозреваю, это какой-то нехороший дядька. Опаньки. Так, я так понял, сюда лучше не лезть. Я так понял. Обрезать в случае чрезвычайной ситуации. Если возникла чрезвычайная ситуация, и у вас чисто случайно под рукой есть плазменный резак, то обрезать. А если вы оказались в чрезвычайной ситуации, и у вас нет плазменного резака, то... Бог в помощь! Есть отвертка. А можно резаком обрезать все эти провода, чтобы они не искрили тут? Так, хорошо, я так понял, мне надо... Мне надо тут как-то вот так аккуратненько протиснуть. Нельзя, нет? Так. Долбанет. Долбануло. Не, ну я правильно понял, что мне надо протис... Протиснуться, я сказал. А-а-а. Да. А-а-а. Долбануло меня не слабо так, но... Я протиснулся. Ну, наверное, так было нужно. Как говорится, no pain, no gain. Что это за спецэффекты такие интересные? Интересные. Так, хранилище. Что это за зеленый вентилятор? А, вот. Это какая-то радиация? Меня сейчас облучает, нет? Найти способ подать питание на двигатель вращения станции. Найти двигатель вращения. О, я его нашел! Двигатель вращения. Мне надо 4 батарейки найти для двигателя вращения. Однако... Какой мощный двигатель. Ну, вот одну батарейку я вижу, кажется. Я надеюсь, она не питает ничего важного. Судя по надписям H2O и O2, она может питать что-то важное. Но я попробую. Так. Я так понял. Да. Повернуть. Вы предлагаете мне все это раскурочить? А это не опасно? Давайте. Ломать не строить, че? Так. Алло, как меня слышно с земли? Я тут чиню вашу космическую станцию. Запас энергии в системах жизнеобеспечения 40%. Я так и знал. Я так и знал, что эти батарейки не просто так там стоят. То есть, чтобы починить что-то одно, здесь надо поломать что-то другое. Ну, так все здесь устроено. Ох. Только не это. Так, придется опять получать живительную дозу электричества, я чувствую. Запас энергии 20%. Надо говорить, запас энергии очень мало. Так. Так. Я боюсь... Я боюсь смотреть на то, что сейчас будет. Так. Ладно. Вроде ничего кардинально нового. Так. Ох. Нелегкая эта работа. Кулаком убивать бегемота. А, о. Сюда. Запас энергии критически мал. О! Вот это я понимаю. Запас критически мал, это я понимаю. Это по-нашему. А то проценты какие-то. Вся энергия перенаправлена с систем жизнеобеспечения на двигатель вращения. Двигатель запускается из центра управления. Системы жизнеобеспечения отказывают. Внимание! Жизнеобеспечение перестает работать. Эээ... Эээ... Ну, надо поспешить, наверное. Они мне намекают, что надо поспешить, но я не могу быстрее. Системы жизнеобеспечения отключаются. Запас кислорода малый. Системы жизнеобеспечения отключены. Запас кислорода критически мал. Серьезно, она сейчас скажет на донышке. Ну, и я правда не могу быстрее. Я не могу убежать. Системы жизнеобеспечения отключены. Запас кислорода почти истощен. Почти. Вот еще последние капельки кислорода. Я додышу, и все. И все. А куда мне надо вообще? Так, подождите. Тут открыто было. Не? Я тут был. Я тут был, но... Куда мне надо попасть? а мне тебя надо включить подожди так активировать двигатель вращения двигатель вращения активирован космический лифт включён фортуна станция пирсон начала вращение похоже вы снова устраиваетесь как ду ой кажется я сломал себе позвоночник да вот так мы решаем проблемы на космической станции схватить я схватил кислород фортуна вы нас слышите да заткнись ты не до тебя а почему так мало кислорода было на 30 секунд раньше в одном баллончике вы чё вы с ума сошли а как красиво рассказывали как красиво рассказал что у меня там перед полетом втирали вы отправляетесь в историческую миссию вернете надежду для всего человечества то что вас ждет неизвестно и непредсказуемо вы будете один без помощников без инструментов без кислорода но мы вас верим скептики будут посрамлены добудьте нам луну ну вы довольны добудьте нам луну добуду я вам сейчас так ее добуду я запустил какой-то несчастный двигатель половина станция разлетелась я боюсь уже включать то что мне надо знать то что вы там хотели от меня я боюсь что если я включу то что вы хотите то тут не то что станция тут вся луна разнесется к чертям собачьим не серьезно нельзя быстрее или нельзя там я не знаю задержать дыхание чтобы кислород так быстро не заканчивался вроде особо физически не напрягаюсь чтобы он был мне нужен так сильно и да но все должно упасть я должен упасть обломки должны упасть все должно упасть прямо вот вниз куда меня занесло мне надо в другое место я чувствую я сейчас непростительно лажанул и мне не хватит кислорода не о есть давай 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 режь быстро 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 внимание обнаружен пробой в корпусе да ладно быть такого не может вы меня разыгрываете это лифт лифт давай сейчас я запущу лифт и вся станция доломается окончательно не да не я вроде поехал куда катится моя жизнь на что я подписался ну что ж на что именно он подписался мы узнаем следующий раз а пока если вам понравилось вы подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте и до новых встреч пока пока